Я уверен, что у каждого из вас хоть раз в жизни была такая ситуация. Вот спишь ты на своей любимой кроватке, как вдруг слышишь звуки. Ты заглядываешь туда, а там, ё-моё, монстр! Сколько можно? У меня так каждый день. Каждый день, точнее, ночь. Каждую ночь я пытаюсь лечь спать, а там монстр под кроватью. Но сегодня, ребята, всё изменится. Сегодня мы будем смотреть видео на канале Трум-Трум. Как защитить себя от монстра? Вот это здорово, вот это полезно. Поехали, посмотрим. Понял, монстр? Тебе конец. Я сейчас всё узнаю, как от тебя избавиться. Ё-моё! У-у-у, Трум-Трум! Я на 100% уверена, в темноте комнаты прячется призрак. А, ты была права, там вон видно даже, одеяло там убегает. Смотрите, вот опять! А-а-а! Ха-ха-ха! Чёрт, я её заметил! Но призрак у меня не испугать. Почему? Устроим игру. Я быстро включаю и выключаю свет. Интересно, а на сколько хватит призрака? Я не знаю, если бы я был призраком, я бы знатно офигел, блин, от такой дискотеки. Когда ему надоест бегать туда-сюда. Воу, кажется, её затралили. Ха-ха! Бедный призрак совсем запутался. Он не выдержал такой кардионагрузки. Неудачник, блин! Возвращайся в свою школу, лузер! Ложишься спать? Кажется, под кроватью кто-то прячется. О! Стоит только забыться, как под кроватный монстр уже протягивает свои страшные руки. Боже, как я не люблю этого под кроватного монстра. Капец просто. Ну же давай, вытяни хоть одну ногу из-под одеяла. Ты же знаешь, что сквозь одеяло я не могу пройти. Ой, так щекотно. Мамочки, что это было? Снова это было? Вот именно, мэн, сидит, радуется, пятку и щекотит. Посмотри, а хотя лучше не смотри под кроватью. Это под кроватный монстр. А ну, бери свои гадкие ручонки. Это моя территория. Я заткну тебя подушкой. Еще одной. Будешь знать, как хватать меня за ноги. Да, именно так ведет себя человек, который обнаружил под кроватного монстра. Он начинает с ним играться с подушками. Я тебя заткну! Ха-ха! Он же съесть тебя хочет! Это монстр! Беги, блин! Подушки, надежная защита. Можно спать спокойно. Я не знаю, я думал, там дробовик это надежная защита. Или, например, 250 тонн тротила. Но, в принципе, подушка тоже пойдет, сойдет. Что это? Метла? Святая Инквизиция. Здесь точно остановилась ведьма. Нет! Так это же не ведьма. Это та девочка из предыдущего скетча. Про под кроватного монстра, не? Она что, подрабатывает ведьмой? Офигеть! Тогда понятно, почему она не боялась того монстра. У меня короткий разговор с ведьмами. Акати ведьму водой, и она растает. Серьезно? Она не любит мыться? Тогда понятно, почему они такие злые. Они злятся на свою вонь. Эй, ты что наделал, болван? Ты испортил мне фотосессию. А-а-а! Ну вот, теперь придется заново краситься. Упс, ну кто же мог знать. Не, ну вот это, конечно, неловкая ситуация, ребята, е-мое. У меня свидание. А вот и он, парень моей мечты. А где монстры? Я что-то запутался. Здесь пока что свидания какие-то. А где монстры? О, что с ним? Подождите, вы хотите сказать, что этот парень монстр? Или она? Кто из них монстры? Я пока не понимаю. Посмотрите, из него выходят вампирские демоны. А-а-а! Только не вампирские демоны! Е-мое, посмотрите, это точно вампирские демоны! Ха-ха! Вы ужас. Нужно принять защитные меры. Где же оно, мое суперсредство против нечисти? А вот. Чеснок. Сто процентов чеснок. Свежий чеснок. Мелко нарезаем. И насыпаем в бутылочку с водой. Вот она, моя антивампирская сыворотка. Здорово. Получается, когда я был простужен, моя мама думала, что я вампир или нечисть, и пыталась меня тоже кормить чесноком? Она пыталась избавиться от меня? Нет! Моя мама бы никогда так не поступила бы со мной. Так, теперь побрызгаться. Вот так. Теперь я защищена. Отлично. Я уже иду. А она в курсе, что она сейчас будет вонять на весь город, не? Я готова к свиданию. Двойной слой защиты. Но, кажется, парень не рад. Мне кажется, твой план сработал. Он действительно сейчас отстанет от тебя. Что это за запах? Она использует чесночный соус вместо духов? Кажется, Кристи отпугнула не только парня-демона, но и всех посетителей в кафе. Эй, жесть. Кристи, ты такая находчивая. Офигеть. Это лайфхаки. Как не завести себе парня никогда в жизни? Какое милое свидание. Но, прости, мне срочно нужно идти. Кажется, я перестаралась с сывороткой. Да, ты воняешь. Поздравляю. Кошки очень полезные домашние животные. Это правда. Еще про них можно написать песню. Классную песню про котят. Пользуй кошку для борьбы со злобной мумией. И победа тебе обеспечена. И подлая мумия. Не советую подходить ко мне. Я вооруженная пушинкой. Она сзади, блин. Кошачья атака. Единственное, чего боятся мумии. О, нет. Эти противные когтики. Уберите пушинку. Я сдаюсь. Что происходит? Я не понимаю. Всю ночь снятся кошмары. Кстати, ребята, кого мучают кошмары, кому снятся плохие сны, у меня есть лайфхак специально для вас. Просто перестаньте спать. Если вы не спите, значит вам ничего не снится, значит вам не снятся кошмары. Правильно? Правильно. И ты опять не выспалась? Кажется, будто монстры дежурят над твоей кроватью всю ночь. Это так выматывает. Согласен. Блин, это вообще невозможно нормально сжить свою жизнь, когда тебя постоянно мучают монстры. Хорошо, что есть проверенное средство. Ловец снов – надежная защита. Обвесим оберегами всю спальню. Монстр не сможет подобраться к тебе так близко. Вот так вот монстр. Понюхай Бэбру, блин. Теперь она вся обвешана ловцом снов. Или как там было, я забыл. Задача непростая. Выключить свет. И выйти из коридора живой. В темноте обязательно прячется монстр. Была не была. Главное бежать очень быстро. Согласен, нужно моментально. Как только выключил, сразу бежать. Еще можно кричать при этом. Возможно, это тоже отпугнет кого-то. Монстра или ваших соседей, я не знаю. Беги! Коридорный забег в темноте. Я обгоняю страшного монстра. И вырываюсь на свет. Да! Медленный монстр не догнал меня. Ха-ха, получай, неудачник. Ха-ха, лузер, блин. Запишись в спортивную школу, чтобы догнать эту девчонку. Тебе нужно много тренироваться. Говорят, что кошки лучше всех чувствуют присутствие потус... Да, еще не борются с мумиями. Печальные новости, твоя кошка сбежала. Эй, киса, ты куда пропала? Такая милая кошечка. Кто бы мог подумать, что эта милая кошка страшный враг мумии, блин. Дохлых людей, офигеть. Толстые сокровища. Кажется, моя кошка чего-то боится. Что там? Что там такое? Видишь, киса, ты так напугана, словно увидела призрак Майкла Джексона. Мамочки, а вдруг дами прав... Вот этого призрака? Ребят, не переживайте, это просто скибиди Майкл Джексон. Нужно срочно обезопасить себя. Насыпаем соль вокруг себя и кошки. Побольше соли. Сыпь всю, серьезно, сыпь всю. В кругу призрак точно нас не тронет. Остается вопрос, когда теперь можно выйти из защитного круга? У меня плохие новости, теперь ты живешь в этом круге. Примерно 10 лет надо сидеть там. А что за резкий переход на мужика с вот этим пистолетом? Сидры зомби против растений сделал идеально защищенную хлобуду против зомби. Меня защищает целая армия растений. Я не боюсь вас, гадкие зомби. О нет, этот настырный зомби все ближе. Он прошел ловушку из лего. Эээ, ловушка из лего, конечно, обязательно бы остановила его. И пробрался к самой крепости. Мне казалось, что это просто мой отец. Ну, папа, ты не мешаешь бороться с зомби. Собери игрушки, здесь же не пройти. Иди делать уроки. Ему лет 30, какие уроки, блин. Радуйся, что тебя отец не выгнал из дома за то, что тебе 30 лет, и ты играешь с вот этим пистолетиком. Принять душ после тяжелого дня – мечта любого человека. А мечта любого монстра – напасть на беззащитного намыленного парня в душе. Блин, страх номер один, отвечаю. Я слышу подозрительные звуки. Но все глаза – и нет. О, нет, кто-то приближается. А я ничего не вижу. Кто здесь? Я вижу твою тень, демон. Мне нужно только протереть глаза. Фух, показалось. Никого нет. В этот раз мне повезло, но в следующий раз нужно быть подготовленным. Жесть, конечно, он был на грани, если честно. Теперь я принимаю душу, маски для плавания. И ничто не помешает мне следить за безопасностью даже в душе. Слушайте, ну это удобно, кстати. Я даже не думал о таких вещах. Надо себе тоже приобрести такие очки для купания в душе. Обычная тусовка, но что-то здесь не так. Да, обычная тусовка, а с ней знаете что не так? Меня не пригласили. Ну спасибо, ребята. От кого-то пахнет оборотнем. От кого-то пахнет оборотнем? У кого-то просто дома собака, которая обосала уже все диваны. Вот поэтому он и пахнет оборотнем. Используем лунный детектор оборотней. Вот он выдал сам себя. От луны ты не скроешься, оборотень. Лови мячик. Это оборотень Сигма. Зверь попался. Теперь плотно закроем дверь. Опасность миновала. Я всех спас. Еще один повод, ребята, мыться чаще. Чтобы от вас не пахло оборотнем. Хайлайтера много не бывает. Обожаю блестеть. Тут я полностью согласен. У меня постоянно лицо блестит. Не потому что оно потное и засаленное, а потому что, ребята, это хайлайтер. А вот и солнечные лучи. Идеальное сочетание. К сожалению, не все оценили тренды современного макияжа. Эта девушка явно вампир. Посмотрите, как она сияет на солнце. Сто процентов. Она как Эдвард Каллен сексуален. Или как там было? То, что сумерки. Он тоже блестел на солнце. Вылитый Эдвард Каллен. Во, я о том же. Нужно принять меры защиты. Хорошо, что я ношу с собой связочку чеснока на всякий случай. Слушай, какой он находчивый и предприимчивый носит с собой чеснок. Молодец. Подходящее ожерелье для вампира. И для того, чтобы борщик покушать, например, с чесночком. Фу, что это? Чеснок? Убрать немедленно. Этот аксессуар совсем не фэшн. Согласен. Совсем не найс, совсем не фэшн. Все, ребята. Наконец-то. Мы теперь знаем, как спасти себя от монстров в любой ситуации. От зомби, от оборотня, от парня обычного. Ну, короче, здорово, нет? Спасибо, Трум Трум, за это полезное видео. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. И всем пока!